всем привет добро пожаловать на канал в тнт с вами как всегда я владимир тишевский сегодня речь пойдет о смартфоне huawei p smart 2019 года и перед началом обзора хочу порекомендовать сеть магазином нимфа которые предоставили мне этот смартфон для обзора если вдруг увидите этот магазин вашем городе заходите передавайте продавцам привет от меня скорее всего они обо мне знают но и присматривайте для себя интересные новинки в сети магазином нимфа скажу честно что обзор на п smart 2018 года я не делал потому что как-то он не сильно и прозвучал но зато прозвучал п smart плюс и я буду частично его сравнивать с п спорт плюс но наверное иногда буду закидывать сравнение все-таки с onr 8x но наверное надо было бы конечно еще и сравнивать его с onr 10 light потому что вот прям с 10 light они прям очень похожи но так как onr 8x это смартфон для моего постоянного пользования поэтому его я тоже как бы учту и так п smart 2019 прежде всего стоит отметить что смартфон имеет градиентную заднюю крышечку также двойную камеру что сейчас как бы традиционно но двойная камера которая не выпирает это как по мне важный плюс и на передней части у смартфона отсутствует челка есть только каплевидный вырез под камеру в отличие от того же самого п smart плюс который вышел 2018 году и onr 8x у которых тоже челка здесь каплевидный вырез который мне значительно больше нравится потому что значительно больше информации вмещается на верхней части экрана что касается экрана то здесь это экран а и ps full hd плюс с диагональю 621 дюйм также хочу отметить о том что у смартфона относительно небольшие рамки и вообще в целом смартфон очень удобно и комфортно лежит руке особенно в сравнении с onr 8x друзья onr 8x имеет шести с половиной дюймовый экран я вот сейчас держу эти два смартфона и вот он прям чувствуется большим несмотря на то что я его во первых нашу в чехле во вторых он у меня в постоянном пользовании уже несколько месяцев я вот беру и блин так хочется просто сказаться от этого onr и взять этот п с март 2019 но я понимаю что по характеристикам они плюс-минус одинаковы но вот допустим что мне нравится в onr и то это экран который вот мне кажется что он даже немножечко лучше но это такой как бы отдельный вопрос о котором я немножечко патрон затрону регулировка громкости кнопка включения находится на правой стороне лоток для sim карт находится верхней части и он комбинированный в нижней части находится micro usb динамик разъем для наушников и разговорный микрофон да здесь micro usb честно говоря меня это немного раздражает уже потому что 2019 год даже в п smart плюс 2018 года был type-c а тут micro usb поле я в этой жизни не совсем все понимаю то ли производители как-то странно странно очень странно теперь немного по операционной системе дело в том что п smart 2019 и работает уже на базе android 9 и поверх установлена оболочка ем юай девятого поколения я буквально немного сравнил эти две оболочки и мне показалось что изменений очень и очень мало и мне кажется что оболочка ем юай 8 даже немного более оптимизирована нежели девятая но опять же то есть скорее всего я к 8 привык на 9 для меня немного непривычно но в целом скажу что вот даже зайдя в настройки то есть посмотрев на иконки ну ну да немножечко отличаются иконки ну в целом как бы особо разницы нету но допустим зайдя в память мы видим да тут есть небольшие отличия все-таки иконочки как-то отличаются но все равно как-то вот ну не так кардинально как хотелось бы что касается его плюшек то у смартфона во первых есть nfc это не может не радовать также смартфон поддерживает сети 5 гигагерц ну не путайтесь 5g то есть интернетом то есть это 5 гигагерц и си стандарт или эй 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 би и так далее стандарт то есть это более высокоскоростное подключение через вай фай особенно если вдруг у вас есть какой-нибудь нас сервер и вы можете через роутер достаточно быстро выкачать оттуда во там допустим большого объема фильм и это будет даже быстрее чем через micro usb порт ну например также стоит отметить что у смартфона 3 гигабайта оперативной памяти 64 гигабайта постоянной памяти и он работает на базе процессора а силикон кирин 710 и кстати оболочка вот в день юай 9 чувствуется что немножечко шустрее нежели оболочка на ем юай 8 и 2 то есть вот тут какую-то оптимизацию они завезли ну не может не радовать я только за пожалуйста также у смартфона есть индикатор уведомлений он находится в нижней части потому что на верхней части осталось мало места подбородок все-таки у нижней части остался и задействовать его как-то надо взяли туда и впендерили индикатор уведомлений что касается скорости зарядки конечно же huawei заявляет от 22 процентном приросте скорости зарядки по сравнению с предыдущей моделью но по сути как таковой быстрой зарядки здесь нету даже адаптер в комплекте идет 5 вольт 2 ампера и все то есть это не какая-то супер быстрая зарядка объем аккумулятора здесь 3400 миллиампер в сравнении с тем же самым honor 8x у которого 3750 миллиампер могу сказать что автономность плюс-минус одинаковая по той причине что экран здесь немного поменьше меньше немножечко оперативки и плюс новая ем юай которая но как по мне более оптимизирована скорее всего сработали в этом всем процессе но опять же оптимизации для игр как таковой не завезли что касается игр в тот же самый паб танки я не чувствую какого-то разницы прироста или улучшение в сравнении с honor 8x и плюс ко всему еще есть такой как бы нюанс то что недоступны некоторые игры которые доступны на honor 8x но и самых как бы популярных например асфальт 9 его на honor 8x можно установить на ps мат 2019 установить к сожалению нельзя также стоит немного поговорить о камере дело в том что здесь установлено два модуля на 13 и на 2 мегапикселя камера допустим видео не умеет снимать в 4к но зато умеет снимать видео full hd 60 fps что тоже плюс-минус более менее неплохо но отсутствие 4к как по мне это очень плохо также камера получила эффект искусственного интеллекта для этого требуется запустить специальную клавишу и якобы срабатывает искусственный интеллект который все понимает все улучшает все делает офигений но честно говоря этот эффект иногда даже до безумия раздражает делает фотки ну как минимум неестественными поэтому я этой фишкой и на honor 8x не пользуюсь и на смарт 2019 тоже не пользовался бы мне кажется что камера up smart 2019 немножечко слабее к примеру по видео отсутствует фишка супер слоумо здесь она 16x правда там качество видео не очень но все равно 16x замедление здесь настройках к сожалению я не вижу этого но зато по фото у этого смартфона есть некоторые фишки которые даже отсутствуют у honor 8x например портретном режиме нет возможности сделать некоторых ним манипуляции в частности к примеру затемнение заднего фона вот правда делает он конечно снимки немножечко коряво это все было взято с айфона 10 там где делали про портретные режимы вот сейчас я прямо сейчас делаю этот портретный режим вот мне интересно как он будет вот именно в данной ситуации сделает этот портретный режим и так и как вы видите конечно фотография получается немножечко странноватая у меня обрубанные уши и такое ощущение как будто я какой-нибудь упоротый эльф хотя на самом деле не факт что я им не являюсь упоротым эльфом но в целом так как то так давайте я еще один снимочек сделаю попробую еще раз и так как вы заметили получается немного странновато но есть как есть такие фишки присутствуют кстати камера фронтальная здесь всего лишь 8 мегапикселей хоть она и пишет видео в ручке но 8 мегапикселей сейчас тот же самый допустим xiaomi mi8 light 24 мегапикселя камера у самсунга куча камер с большим как бы цифрой мегапикселей у самсунга сейчас куча смартфонов с большим количеством мегапикселей на фронтальную камеру я вам скажу так что это все таки влияет на детализацию может быть качество снимков и при меньшей как бы количество мегапикселей может быть и лучше но детализация чем больше мегапикселей тем лучше а очень часто бывает так что когда ты фотографируешь и особенно если у тебя камера широким углом тебе нужно кропнуть картинку и когда у тебя 8 мегапикселей кропать картинку не очень-то круто или же если допустим вы сфотографировались на селфи камеру какой-нибудь компании и вы хотите выделить себя опять же нужно кропать и когда у тебя 8 мегапикселей это честно говоря не очень-то круто но если для вас это не очень важно просто пропустите этот момент итак друзья подведем итог huawei p smart 2019 года цена у данного смартфона 230 баксов это официальная цена как вы думаете стоит ли этот смартфон своих денег в целом если посмотреть ситуацию по рынку то конкурентов у данного смартфона ну не так уж и много и в основном даже получается так что эти конкуренты внутри самой компании тот же самый honor 10 light доложить немножко денег купить honor 8x также есть как по мне по внешнему виду более качественный и элитный p smart плюс который по сути тоже ничем не уступает данному девайсу не знаю честно говоря зачем выпустила компания huawei вот этот p smart 2019 года отличительных фишек у этого смартфона практически нет и получается так что даже не знаю ну конечно скажу так что компания huawei все-таки видно что они стремятся к лидерству на мировом рынке поэтому их задача заполнить максимальное количество ниш чтобы у человека даже не было мысли посмотреть сторону другого производителя конечно же конкурировать с p smart 2019 может xiaomi смартфон mi8 lite стоит на 500 гривен дороже но там мощнее процессор и лучше допустим камеры я бы так сказал но зато там есть нюансы это очень очень слабая автономность отсутствие для разъема для наушников то есть там как бы есть некоторые нюансы у этого mi8 lite да может конкурировать кстати xiaomi redmi note 6 pro как по мне тоже вполне себе годный конкурент тоже redmi note 7 вполне себе конкурент но глобальной версии ближайшее времени не предвидится то есть пока глобальная версия выйдет уже p smart of на продается огромнейшее количество так как huawei очень активно пропагандирует и рекламирует его во всех возможных рекламах и возможно даже вот в обзоре этого видео в начале вы увидели рекламу p smart 2019 возможно то есть на ютюбе тоже вы рекламирует поэтому если вы владелец какого-то очень-очень старого смартфона и вы хотите проапгрейтится и вы смотрите в сторону этого девайса в принципе есть смысл присмотреться если у вас есть какой-то плюс-минус более-менее адекватные аппараты вы хотите прообретится и смотрите чтобы недорого прообретится вы хотите на этот и мне кажется что особого смысла нет а еще стоит обратить внимание на конкурентов ну возможно есть смысл какой-то сделать отдельное видео конкуренты данного девайса но пока что вот мне первое что идет это redmi note 7 samsung j6 плюс как вариант у meizu сейчас очень упали цены на аппараты и есть у них какой-нибудь там 15 light вот может быть еще что-то есть надеюсь это видео было интересным и полезным для вас не забывайте ставить лайк подписываться на канал смотреть другие интересные видео всем пока до скорых встреч в новых видео субтитры сделал DimaTorzok